Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Голова с плеч. Почему Днепропетровская область осталась без главных полицейских и кто придет на их место? В следствии ведут. Уставшие ждать правду журналисты сняли фильм расследования об убийстве Павла Шеремета. Еще чуть-чуть. Еврочиновники активно анонсируют безвиз уже через неделю. Казнить нельзя помиловать. После вчерашних потасовок во время празднования Дня Победы своих должностей лишилось полицейское руководство Днепропетровской области. Сегодня утром Арсен Аваков подписал приказы об увольнении сразу нескольких главных правоохранителей этого региона. Начальников управления полиции области и города. В этом же направлении ушли и их замы. Чем провинились силовики и кто займет вакантное кресло? Подробнее в материале. В столкновениях 9 мая виновны руководители областной полиции. Так решил глава МВД и подписал приказ об их увольнении. Привести приказ в исполнение ближе к обеду в Днепр прилетел глава нацполиции Сергей Князев в сопровождении советника Авакова Антона Герасенко. Новым руководителем полиции области вместо Игоря Репешко стал Виталий Глуховеря. Он уже был на этом посту недолго, около года. В 2015-м шеф перевел его работать в Киев. Виталий Глуховеря уверяет, перед законом все равны. Задача полиции, главного управления обеспечивать порядок на территории обслуживания. И мы будем это обеспечивать. За общественный порядок в области до сих пор отвечал Сергей Манзо. Теперь эти обязанности возложили на Владимира Баганиса, который возглавлял патрульную полицию Днепра. В первую очередь разберемся с теми событиями, которые произошли вчера, даем оценку нашим подлегным и будем принимать решения уже по результатам развития этих справ. Руководителя городской полиции Андрея Бедила пока только отстранили на время служебного расследования. Вчерашние потасовки у Вечного Огня он объяснять отказывается. Я не могу с этим делать. Это вы скажете, что служебное расследование. Разбираться во всех подробностях будет специальная комиссия. Она уже создана, сообщил начальник Нацполиции Украины. В склад комиссии входят руководители ведущих управлений департаментов, которые в короткий термин должны выяснить причины и условия, которые сопротивляли событиям, осуществленными в первую очередь гражданами и прессой в месте Днепро 9 июля 2017 года. Потасовки, напомню, начались во время шествия демонстрантов к памятнику славы. Дорогу им преградили радикально настроенные активисты. Многие в военной форме. После оскорблений в ход пошли кулаки. Разнять людей в форме и участников марша пытались полицейские. Пацаны, ты без малоглавы, ты запомнился. Кто эти агрессивно настроенные молодчики? На своей странице в фейсбуке рассказал нардеп Александр Вилкул. Политик называет праворадикальную организацию С-14, которую финансируют городские власти. В том, что ответственность за произошедшее лежит на руководстве Днепра, уверенные участники марша. Не было в горы с полкомами проведено ни одного мероприятия, посвященного безопасности майских праздников. Вы знаете, у нас их всегда накапливается несколько. Почему это не было сделано? Для меня это большая тайна, потому что в прошлом году такие совещания были. А вот правоохранители делали все возможное, чтобы избежать столкновений, заявляют и участники шествия, и политики. Вчера полиция на самом деле действовала по закону. Никто почему-то не говорит о том, что было избито шесть полицейских. О том, что у радикалов были изъяты и ножи, и факела, и 10 литров зажигательной смеси, и жидкость, похожая на яд, и балаклавы. Они напали и получили от полиции, в общем-то, тот отпор, который в любой демократической стране мира полиция дает по закону. В результате потасовок 9 мая пострадали 14 человек, 6 полицейских и 8 участников акции. Травмы головы и разбитые носы. Силовики задержали 25 человек. Открыто два уголовных производства. Анна Демиденко, Елена Миндалюк, подробности Днепр. С требованием прекратить репрессии в отношении граждан выступил оппозиционный блок. В заявлении, размещенном на официальном сайте, представители полицилы обращаются к дипломатам и международным организациям с призывом повлиять на украинскую власть, которая, по их мнению, цитирую, выступила против демократии и конституции. Конец цитаты. В заявлении подчеркивается, что праздновать Дня Победы неотъемлемое право граждан, безопасность которых обеспечивали правоохранители Днепра и ряда других городов, действовавшие в рамках закона. Массовое увольнение полицейских – это еще одно доказательство того, что генпрокурор, глава МВД и другие представители власти действуют в интересах радикалов. Так считают политики оппозиционного блока. В Николаеве азовцы и ветераны афганской войны сошлись в рукопашную. Прямо в офисе афганцев в сторону выясняли отношения после вчерашнего конфликта. Напомню, во время возложения цветов 9 мая возникла потасовка. Что стало причиной разборок сегодня, расскажет Кирилл Ющишин. Офисы Союза ветеранов Афганистана и Союза участников АТО находятся в одном здании. После драки, во время вчерашнего марша, азовцы и атошники сегодня снова пришли разбираться. Юрий участник АТО служил в 79-й бригаде во время третьей волны мобилизации. Вчера получил самые тяжелые травмы, афганцы сломали ему руку. Сегодня тоже досталось, но уже меньше. В офисе Союза ветеранов Афганистана говорят, что все было иначе. Драка началась, когда атошники и азовцы, которые пришли вместе с ними, сорвали красные знамена их воинских частей. Такого они стерпеть не смогли. Начали срывать знамена. Вот видите, вот они порваны все. Некоторые из них. Некоторые забрали полицию для экспертизы. Начали рвать знамена. Естественно, мы уступили за наши святыни. Началась драка. Били молотком. После очередного инцидента стороны так и не пришли к единому мнению, кто вчера начал первым. Один товарищ с правого сектора вскочил в колонну. Его аккуратно вывели, его не избивали. Группа молотчиков начала нападать на колонну. Мы шли аккуратно. Одна группа напала. Отбились. Прошли, замкнулись, пошли дальше. Вторая группа напала. Опять отбились. Возникла ссора. В результате этой ссоры возникла драка. В результате этой драки пострадал опять атошник. Офис афганцев буквально в одном квартале от главка полиции. Полицейские и спецназовцы появились на месте событий практически мгновенно. На теперешний час двое граждан вернулись за медичной допомогой. Один из них госпитализованный до лекарни, что такое медичная допомога. Другой госпитализации не потребует. Больше других сегодня пострадал глава областной организации ветеранов Афганистана. Юрий Соловьев серьезной травмой головы находится в больнице и с прессой общаться отказался. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. Почти 10 месяцев уже продолжается расследование резонансного убийства журналиста Павла Шеремета. А вопросов к полиции по-прежнему больше, чем ответов. Не дожидаясь результатов, репортеры провели собственное расследование. И сегодня презентовали документальный фильм убийства Павла со своими выводами. Что стало известно журналистам? Об этом нам расскажет Анна Каменева. Она уже видела ленту и сейчас прямо с нами на связи. Аня, здравствуй. Ты посмотрела фильм. Скажи, совпадают ли версии журналистов с официальными версиями? Здравствуй, Наталья. На открытый показ фильма расследование журналистов убийства Павла пришло очень много людей. Это его коллеги и журналисты из других изданий. Фильм посвящен именно последнему дню перед трагической гибелью Павла Шеремета. Именно ночи, когда закладывалась взрывчатка, авторы рассказывают, что хотели восстановить поминутно, по секунду, что же произошло в ту ночь, когда взрывчатка попала под днище автомобиля, который взорвался 20 июля. Также авторы рассказывают, что изначально не было их целью сделать именно фильм. Просто после двух месяцев их расследования стало понятно, что слишком много фактов, о которых не говорят или не публикуют, или даже не нашли правоохранители. Также авторы рассказывают, что некоторые находки заставили команду по-другому посмотреть на официальные заявления полицейских. Вот те немногие факты, о которых удалось узнать. Дві главные вещи. По-перше, те, что, как я уже сказал, повторюсь, правоохранители не відпрацювали значную частину очень важных доказов. И мы не знаем, почему они выпускают это с уваги и не работают с этими доказами. Это, с одного боку. С другой стороны, до этого злочину могут быть, в определенном случае, причетные спецслужбы Украины. Мы нашли вещи, которые полиция не опубликовала. И, как будет видно из фильма, они, очевидно, не нашли этих вещей. Люди, которых нам удалось найти, и определенной мировой, скажем так, кто были люди, которые были рядом с местным убийством. То есть, вот нас вразили, вразили особи этих людей и их, скажем так, их способ спілкувания, который очень подозрелый был. Журналисты разыскали многих свидетелей, которые увидели закладку взрывчатки под машины Шеремета или были в тот момент именно на этой улице. В частности, таксиста, который на этой улице высадил пассажиров. Как оказалось, и об этом говорят тоже авторы фильма, что полицейские с ним так и не пообщались. Эти и другие факты коллег-журналистов возмущают, потому что они не понимают, почему затягивается расследование специально или не специально. Вспомнить хотя бы заявление правоохранителей. Ведь сначала, после трагедии, они говорили, что дело чести для полицейских. Именно разыскать подозреваемых, найти убийц и раскрыть это дело. Однако, тогда появились пять первых версий, по которых расследовали дело и говорили, что их будут пытаться сузить. Но появилось в открытом доступе много видео с камер наблюдения. Однако, фотороботы подозреваемых так и не были опубликованы. Тогда Аваков заявлял, министр МВД Аваков заявлял, что это будет означать их публикация, что следствие зашло в тупик. Буквально в феврале на пресс-конференции министр заявил, что подозреваемых так и нет. Две недели назад тоже стало известно, что версий у полиции по-прежнему пять. По-прежнему следствие пять версий, то есть они за год, к сожалению, не продвинулись к установлению не то, чтобы исполнителей и заказчиков хотя бы какого-то основного мотива. Тут можно говорить о, мне кажется, каких-то вещей полиция не сделала на начальном этапе или не сделала сейчас. Показ фильма уже закончился. Видео будет опубликовано на YouTube-канале. Ну и напомню, что 20 июня прошлого года был убит Павел Шеремета в центре города, в центре Киева. Взорвали его машину, на которой он двигался на работу. Студия. Спасибо, Аня. Анна Каменева о журналистском расследовании убийства Павла Шеремета, результатом которого стал фильм «Убийство Павла». А пока силовики демонстрируют бессилие, их содержание ложится на плечи налогоплательщиков. Более 16 миллионов гривен заплатит главное управление МВД за пластиковые номера для полицейских машин. Об этом говорят отчеты в системе Прозора. Победителем этого тендера на изготовление знаков стали земляки главы МВД РСН Авакова, харьковская фирма «Светофор». Причем, по сравнению с прошлым годом, цены на изготовление таких же автономеров выросли почти на треть. Далек от экономии и главный радикал Олег Лешко. После роскошных австрийских каникул он вернулся в страну. Напомню, специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают его в незаконном обогащении. Наши журналисты встретили народного депутата в международном аэропорту Борисполь. Поинтересовались, что за срочные дела были у него в Вене. И курорт на Макларен-Фурте в альпийских предгорьях. В ответ прозвучал лишь поток неэфирной брани. Не о целях «Вояжа», не об источниках доходов на это путешествие в компании друга и кума Юрия Сухина и киевского студента Даниэля Лайса. Олег Лешко не рассказал. Как не рассказал ранее детективам НАБУ о том, откуда у него и у его сожительницы 20 миллионов гривен на приобретение элитной недвижимости. В частности, вот этого особняка под Киевом. Напомню, никто из радикальной читы официально бизнесом не владеет. Ранее Олег Лешко и его однопартийцев в активной торговле голосами обвиняла коллега по парламенту Надежда Савченко. Не до отдыха главе государства. Петр Порошенко сегодня встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Политики обсудили сотрудничество в сфере обороны, а также ужесточение санкций против России. Петр Порошенко рассказал конгрессменам о ситуации на Донбассе, о непрекращающихся провокациях со стороны боевиков, поблагодарил их за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Об Украине говорили сегодня и в Соединенных Штатах. Ситуация в нашей стране и сирийский вопрос. Это две главные темы переговоров в Вашингтоне. Госсекретарь Тилерсон и президент Трамп принимают российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. В самом сердце госдепа тритерум. Знаменитой комнате соглашений. Пресса с 7 утра готовит технику. Расставляет камеры и свет. Хоть заявление не планируется, налаживают и микрофоны, рассчитывая, что дипломаты скажут хоть что-нибудь. Ведь помимо самого факта встречи, подробности ее не ясны. И даже тема диалога. О чем Тилерсон и Лавров говорить сейчас будут, вызывает разногласия. Тут в госдепе накануне заявили, что планировали говорить и о Сирии, и об Украине. А вот в Москве обсуждать ситуацию в нашей стране и на Донбассе в принципе не собирались в ходе этого визита. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сказала мне сегодня, что министр Лавров готовился к разговору о Сирии и только. Он даже в составе делегации взял с собой представителей российского Минобороны и военных специалистов, но не экспертов по Украине. Мол, если разговор зайдет, то, конечно же, он в материале. Но российская сторона настаивала, что разговор должен быть только о Сирии. Из-за этого становится понятным, что Кремль все-таки хотел бы обсуждать сотрудничество с Белым домом по Сирии в отрыве от Украины. А в госдепе готовят для Рекса Тилерсона тезисы к этой встрече наоборот. Настаивали, чтобы украинский вопрос тоже стоял в повестке дня. Оба министра выходят в прессе. Короткое рукопожатие и столь же короткое вступительное заявление Тилерсона. Мы сможем продолжить наш диалог и обмен мнениями, начатые в Москве, где мы обсудили широкий круг вопросов. Ну а дальше длительный разговор за закрытыми дверями. В расписании госсекретаря для этого было отведено 30 минут, но беседа, видимо, была непростой, раз оба министра совещались свыше полутора часов. Лавров покинул здание с каменным лицом, по выражению которого невозможно было понять, как прошли переговоры. И из госдепа отправился в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом. Официального заявления госдепа по итогам этих переговоров Рекса Тилерсона пока нет. А вот неофициально мне здесь подтвердили, что речь была далеко не только о Сирии. Разумеется, затрагивали и Украину в контексте вопросов безопасности и в контексте того, как остановить военные действия на востоке страны. Переговоры президента Трампа с Лавровым первый после избрания официальный контакт действующего главы Соединенных Штатов с представителем России. И по информации журналистов из пула Белого дома, для президента к этим переговорам, конечно же, готовили тезисы. Но как он поведет беседу, даже его ближайшие советники не догадываются. Ведь Трамп сам выстраивает и линию разговора, и выбирает темы. Понятно, что за этими переговорами очень внимательно следит официальный Киев. Глава украинского МИДа Павел Климкин сейчас в Вашингтоне и даже прибыл в госдеп для своих встреч. В тот самый момент, когда Тилерсон еще беседовал тут с Лавровым. Две делегации чуть на крыльце не пересеклись. Благо, что по времени разминулись. Ряд американских сенаторов призвал Дональда Трампа встретиться с Петром Порошенко. Обязательно до того, как пройдет его встреча с Путиным. В знак поддержки. И украинский дипломат сказал в Вашингтоне, что приезд сюда украинского президента действительно готовится. Но пока он на стадии согласования. Для нас очень важно, по-перше, понимать, какими будут результаты этого визита. Другой момент, для нас очень важно достигнуть таких результатов, которые однозначно створили бы реальную динамику. Поэтому нам сейчас нужно договориться, каким образом американская сторона будет продолжать свой тиск. И каким образом будет происходить координация с нормандским форматом. Вот за этим, конечно, будем разговаривать уже про часовые рамки. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Президент США Дональд Трамп продолжает череду категоричных решений. На этот раз он уволил главу ФВР Джеймса Комми. В своем письме Трамп обвинил его в неспособности эффективно руководить федеральным бюро. Американский президент считает, что для восстановления доверия к службе ей нужен новый лидер. Кроме этого, увольнение объяснили действиями Комми во время расследований против Хиллари Клинтон в 2016 году. Уволить главу ФБР президенту рекомендовал генеральный прокурор Джефф Сэшнс. Напомню, ранее Комми руководил расследованиями о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Создание так называемых зон безопасности в Сирии на деле оказалось не более чем декларацией. Практически по всей территории этой страны продолжаются боевые действия, а Россия тем временем наращивает свою численность. Подробнее расскажет Сергей Ауслендер. На кадрах, которые вы сейчас увидите, два сирийских города Латамха и Кафрзита. Это провинция Хама, одна из так называемых зон безопасности, о создании которых накануне договорились Россия, Иран и Турция. То, что сейчас происходит в Хаме, ну никак не похоже на безопасность. Подписанный меморандум, в частности, предусматривал полное прекращение боевых действий, но вышеназванные города усиленно бомбит авиация. Скорее всего российская, потому что сирийская после удара американского флота практически небоеспособна. Тем временем из осажденных пригородов Дамаска после сильнейших бомбардировок эвакуируются повстанцы и их сторонники. Это первая точка сбора для беженцев из района Барзах в Дамаске. Тут около полутора тысяч человек. Наша миссия в Хаме полностью готова к приему людей, а медперсонал к оказанию им помощи. У нас готово множество машин скорой помощи для эвакуации раненых. Сирийское правительство возражает против отправки в эти зоны безопасности наблюдателей ООН и согласна лишь на присутствие там наблюдателей из Ирана и России. Связано это, вероятнее всего, с тем, что никакого перемирия там на самом деле не наблюдается. Продолжаются обстрелы и бомбежки. По-прежнему гибнут люди. Россия в это время наращивает свою военную группировку в Сирии в порт Тартус, который контролирует правительственные силы. Прибыли транспорты с грузом новейших артиллерийских систем М-30. По данным американской разведки, они предназначены для поддержки наземных действий армии Асада. А на базе Хмеймим израильский спутник внезапно обнаружил российский самолет дальнего обнаружения А-50, который предназначен для контроля за воздушным пространством. Так вот, есть версия, что контролировать он будет как раз перемещение израильской авиации. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. 15 раз боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Погибших и раненых среди наших бойцов нет. Наша съемочная группа побывала в поселке Песке, неподалеку от Донецкого аэропорта. Все подробности расскажет Руслан Смещук. По грязи распутятся. На Донбассе снова дожди. Мимо свежих воронок нас ведут на край Песок, одного из самых разгромленных войной поселков на востоке Украины. Передовые позиции боевиков находятся всего в нескольких сотнях метров. Даже без бинокля можно разглядеть их флаги и укрепления. Пока мы работаем на позициях, относительно тихо, лишь шум взрывов на пределе слышимости. Это минометы боевиков работают по соседним позициям, где-то в районе Авдеевки. Ну а ночью тут было неспокойно. Отмечали день перемоги на той стороне. Потому что спочатку мы начали спостерегать, как непонятные одиночные дела начинают рухаться с одной стороны в другую. Один до одного. На посты до своей. То есть видно, что до бліндажа подходят. После этого мы начали их простреливать. Потому что они подходили довольно близко. Вот приблизительно в третьей године ночи начались незрозумимые обстрелы из миномета. Бойцы рассказывают, противник использует любое затяжье для укрепления своих позиций. Мы не стреляем, они укрепляются потом. Насколько активно они укрепляются? Нормально можно увидеть в оптике, как они укрепляются. Спокойно укрепляются. Без броней, без ничего. Тут же на передовых позициях, на нуле, как говорят сами военные, мы встречаем необычного солдата. Это Анастасия. Она военный психолог. Ее фронт – моральный дух подразделения. Когда хлопцы выполняют боевые задания, и после того, им хочется переключиться на какие-то другие темы, мы стараемся с ними поговорить. Про что-то приятное. Также поддержка, потому что они уже давно не были дома. В некогда многолюдном и даже элитном поселке сейчас живет всего 12 человек. Средний возраст – 60-70 лет. Это те, кому вообще некуда и не к кому ехать. Ты мне хорошо. Иди. Иди. Меня никто не заберет. Баба Соня – одна из этих 12 оставшихся. Недавно перенесла операцию на ноге. Ее оплатила одна из благотворительных организаций. Старушка каждый день вспоминает довоенные времена. До войны, что я чувствовала себя более-менее. А теперь инвалид. На глаз не вижу. Нога поломана. Никто меня не защитит, никто нигде ничего. А куда идти? Не знаю. Хозяйство побитое. Все. И корова, и бык был. Бабе Соне, как и другим здесь оставшимся, помогают военные. Привозят продукты, иногда медикаменты. Без этого старикам пришлось бы совсем туго. Связь с внешним миром тут нерегулярная. Гражданские живут, как на острове, окруженном со всех сторон войной. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал Интер. Очередные провокации в Ривне или наша песня «Хороша». На прошлой неделе мы рассказывали о проплаченной акции, на которую собрали студентов, обещая им по 100 гривен в час. И вот история повторилась. Подробнее узнаем от Инны Белецкой. У здания областной госадминистрации много полицейских и молодежи в капюшонах. Виной всему очередное объявление в соцсетях. Дескать, идем на акцию за легализацию добычи янтаря. Оплата – 300 гривен за два часа так называемого митинга. В органе местопоцередования, мистер Ливина не было заведено ни группа осетная, ни будь какой-нибудь физической особи, чтобы проведать массовые запады, будь какой-нибудь мирной акции. Было, поведен, реагирование, поскопчение людей на территории, прилегивая в административное помещение в областной государственной администрации. Вот этот человек возглавляет несколько десятков якобы протестующих. Пытается пройти в администрацию. Это Юрий Клейнос, известный по организации «Белый молот». Он также устраивал много протестных акций в Киеве. Это видео он уже удалил со своей страницы. В случае невыконания вимог, на наступных акциях громада займет помещение дата вырушить на Киеве, для совпадающей с президентом Украины повышения назначенных вопросов. У него нашли холодное оружие, составили протокол. Участники акции в растерянности. Кроме них, на площадь перед администрацией пришли другие активисты. Провели профилактическую беседу и попросили уйти. Я не могу сделать российский шабаш, такого не будет. Чтобы потом показалось в каких-то местах, НТВ, чтобы ехали. Всего не будет. Сегодня этого не будет. Юные участники акции на вопрос «Зачем пришли?» отвечать не готовы. Активничали только стримеры. В прошлый раз они записали много видео, которым вовсю пользовалась российская пропаганда, называя проплаченный митинг на прошлой неделе «Восстание молодежи против режима», а студентов «Янтарными старателями». В этот раз поактивничать студентам не удалось. Через полчаса так называемые акции на площади остались лишь полицейские. Диана Клочко, Инна Белецкая, телеканал «Интер», Ривна. Евросоюз уже через несколько дней объявит об отмене виз для Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Маггерини во время своего выступления в Совбезе ООН. Она отметила, что европейские дипломаты поддерживают украинцев, продолжают работу по урегулированию конфликта на Донбассе. Напомню, что завтра Совет ЕС должен окончательно утвердить визовую либерализацию для нашей страны. В следующую среду, 17 мая, документы отправят на подпись президенту Европарламента Антонио Таяни и послу, председательствующей сейчас в ЕС, Мальты. Мы поддерживаем наших восточных партнеров, их экономику, их институты и через несколько дней объявим о либерализации визового режима с Украиной. Политическое убежище для турецких военных. Германия удовлетворила первые ходатайства офицеров, которые опасаются преследований со стороны официальной Анкары. Что это, единичный случай или прецеденты? Как отреагировали на это в Турции? Узнаем от Татьяны Лагуновой. За шаг до очередной ссоры Германия и Турция снова идут на обострение отношений. Официальный Берлин решил предоставить политическое убежище турецким военным, несмотря на настойчивые просьбы Анкары этого не делать. Новость о предоставлении убежища турецким офицерам первыми сообщили немецкие СМИ. И буквально сразу же информацию подтвердили и власти страны. Убежище получили несколько офицеров, которые до увольнения из турецкой армии служили в силах НАТО на территории Германии, а также члены их семей. Прошения военных были удовлетворены, так как высока вероятность их политического преследования на родине. Там военнослужащих обвиняют в связях с движением проповедника Гюлена и причастности к организации путча. Анкара на эту новость пока не отреагировала, но в немецком МИДе уже ждут ноту протеста. И не исключают, что на ковер будет вызван посол Германии в Турции. Политическое убежище в Германии пока получили несколько турецких офицеров. Но не исключено, что это только первые ласточки. По данным миграционной службы сейчас на рассмотрении находятся почти полтысячи подобных ходатайств. От турецких госслужащих, дипломатов, судей и военных. Убежище турецкие госслужащие просят не только в Германии, но и в Бельгии и других европейских странах. Так что вполне возможно, что своим решением немцы создали прецедент. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Какое оружие готовят демонстранты в Венесуэле против полицейских? Как шумным соседям намерены мстить китайцы? И на чем изобретательная американка приехала на выпускной вечер? Об этом и не только в нашем обзоре. Не злите пассажиров забастовками. В американской Флориде в аэропорту люди пошли в атаку на охранников и полицейских после отмены их рейсов. Пилоты авиакомпании Spirit Airlines внезапно объявили забастовку. Сотни пассажиров столпились в зале ожидания и требовали возобновить вылеты. Ситуация в какой-то момент вышла из-под контроля. Досталось как полицейским, так и пассажирам. Но в итоге обошлось без тяжелых травм. Троих самых агрессивных пассажиров арестовали. Опасное оружие против полицейских. В Венесуэле демонстранты решили воевать со стражами порядка фекалиями. Так называемыми снарядами в упаковке будут швырять в полицию, если она силой станет разгонять митинги. Протесты в Венесуэле в последнее время не утихают. Страна буквально на грани голода. Больше 80% ее граждан живут за чертой бедности. В экономическом кризисе люди обвиняют власть и требуют провести внеочередные выборы. Катафалк вместо лимузина. Так неординарно в гробу. Американка приехала на свой выпускной. Меган Флаерти после окончания школы планирует заняться похоронным бизнесом. Сейчас она проходит практику в одном из ритуальных агентств. Будущее дело настолько захватило девушку, что она решила на вечеринку приехать в гробу. Такое появление произвело впечатление на одноклассников. Девушку встретили аплодисментами и овациями. Прибор для мести шумным соседям придумали в Китае. Устройство необходимо прислонить к стене и запустить. После чего оно начнет имитировать звуки ударов. При этом громкость и интенсивность можно настраивать с помощью специального приложения для смартфона. Пока прибор продается только в Китае и набирает популярность. Новинку продают по цене минимум 40 юаней. Это около 6 американских долларов. Выставку в честь легендарной группы Pink Floyd открыли в Лондоне. Ее приурочили к 50-летию выхода дебютного альбома музыкантов. Среди экспонатов 350 аудио и видеозаписей Pink Floyd. Они иллюстрируют карьеру группы со времен лондонского андеграунда 60-х годов и до вершины славы мирового признания. В экспозицию вошла и копия фургона, в которой группа ездила по Британии на свои первые выступления. На сегодня это все новости. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok